У меня такое впечатление, что мы с вами вот так вот не виделись уже достаточно давно, потому что последний раз это было, по-моему, две недели назад. Прошлое мое видео было на модели, там вы могли созерцать только мои руки, но я решила это быстренько исправить, и у меня много тем для съемки видео, но вот сегодня мне хотелось именно сесть перед камерой и немножко пообщаться, потому что я очень по вам скучаю и, естественно, потестировать косметику. У меня здесь огромное количество, как обычно, косметики, которые я даже еще не пробовала, вот эта гора, которую я подготовила, это только на сегодня, а вообще у меня здесь стол просто завален вот так вот, я не знаю, когда мне это все тестировать, потому что лицо одно, а косметики вообще огромное количество. Я вам уже миллион лет назад обещала, что я сделаю обзор палетки Juvia's Place Masquerade, сегодня как раз-таки мы с вами ее откроем, начнем тестирование, но перед тем, как мы уже перейдем к теме видео, напомню, что если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать по кнопочке там внизу, тогда вы сможете смотреть все мои актуальные видео. Кстати, в прошлом видео все еще идет конкурс на набор косметики на 100 долларов, там вообще просто потрясающий набор, и победитель, конечно, будет огромным счастливчиком. Так, что-то я заболталась, поэтому давайте, наверное, приступать. Первое, с чего мне хочется начать, это как раз-таки зона глаз, потому что я в последнее время поменяла очередность нанесения косметики, потому что я поняла, что если я сначала делаю лицо, а потом глаза, то из-за вот этих вот жестикуляций с глазами у меня потом тон выглядит хуже, он намного больше как-то начинает скатываться в каких-то морщинах, поэтому я для себя сделала вывод, что сначала лучше красить глаза, а потом делать общий тон лица. И, кстати, если вы тоже сталкиваетесь с такой проблемой, то я вам тоже советую очередность поменять. Первое, что мне нужно сделать, это оформить зону под глазами. Я здесь буду использовать вот этот вот праймер от Анали, Eye Primer номер 1. Это вообще потрясающее средство для того, чтобы освежить зону под глазами. Если вы делаете натуральный макияж, то вам вполне возможно, что будет достаточно просто вот этого праймера одного. Если вы делаете более такой вот насыщенный макияж, то можете использовать его как праймер именно под консилер, и тогда консилер тоже намного лучше будет выглядеть, он не будет скатываться, не будет создавать здесь эффект сухаря, поэтому мне этот праймер вообще просто очень сильно нравится. И я вот так вот наношу его в зону под глазами. Он имеет просто какой-то уникальный цвет и сразу очень сильно освежает зону под глазами. Вот это уникально вообще на самом деле, потому что светлую кожу не так и просто освежит на самом деле, потому что чем темнее кожа, тем, естественно, проще работать какими-то осветляющими консилерами. Этот же праймер, кстати, мне нравится наносить и на веки, потому что он очень шелковый. У них есть тоже праймер номер 2. Он немножко более липкий, то есть если вы работаете с рассыпчатыми пигментами, то вам понравится второй больше, потому что на него липнет хорошо. Если же вам нужна просто гладкая растушевка, то вот первый праймер, он намного круче. Теперь слегка для закрепления этого всего я нанесу пудру от Pixi. Это пудра Flawless Finish Powder и оттенок у нее прозрачный. Я эту пудру использовала один-единственный раз и она мне очень понравилась, потому что она очень шелковая. Вот действительно такой вот Flawless Finish у нее, как они и пишут, то есть это как идеальный финиш. И она вообще легчайшая просто, то есть вот легчайшая, ее совершенно не видно. И вот этот вот шелковый эффект тоже отлично подходит для того, чтобы потом тушевать тени на этом все. Я перехожу к палетке Juvia's Place. Вообще эта палетка, я ее когда увидела, я просто в нее влюбилась, вот по раскладке цветов. И, конечно, когда ее открываешь, сразу так ба-бах и видишь только вот эти вот оттенки там потрясающие, этот зеленый, синий, фиолетовый. Они сразу как-то сводят с ума и фокусируется зрение как раз-таки именно на вот этих вот первых двух рядах. Но если я вот так вот их закрою, посмотрите, она совершенно не страшная эта палетка, то есть не стоит ее пугаться, потому что вот это мечта такая вот базовая просто. Потому что здесь есть все, что только может понадобиться для такого именно базового, не кричащего макияжа. Но вот эти два ряда, они добавляют все-таки изюминку этой палетки. То есть не что-то такое вот скучное, уже банальное, то, что мы миллион раз видели. А если вы любите разбавлять ваш макияж чем-то более насыщенным, то эта палетка, это, конечно, что-то невероятное. Для того, чтобы построить форму, я возьму первый оттенок, который называется Burkina. И с него начну построение формы. Я не знаю, насколько он темный или нет, но палетки выглядят довольно темным. А на деле я не знаю, как получится. Ну, в принципе, темноват как для транзитного оттенка. Ну, может быть, он растушевывается хорошо в ничто, скажем так. То есть, может быть, можно его растянуть. Ну, да, в принципе, растягивается он достаточно хорошо. Не ложится пятно. И вообще с ним, в принципе, никакой проблемы нет. Приятный оттенок, не сильно теплый, кстати говоря. Следующим оттенком я возьму вот этот вот Zulu. Он уже обещает быть намного более теплым. Ну, сейчас мы это проверим. Кстати, расскажите, как у вас год начался, потому что у меня он начался не очень хорошо. Если вы заметили, то я в последнее время, вот в январе, видео выкладываю только один раз в неделю. И это не потому, что я так сильно облинилась, а потому что что-то как-то поднавалилось все. И в основном все связано со здоровьем. Во-первых, у меня опять со спиной проблемы. Ну, у меня они уже миллион лет проблемы со спиной. Сейчас я вот хожу на всякие там процедуры, всякие манипуляции. Конечно, немножко уже стало получше. Вернее, не немножко, а вот конкретно сегодня, то я себя чувствую намного лучше, чем вот весь январь и даже декабрь. И более того, у меня сейчас еще и проблема с собакой моей. Если вы знаете, у меня есть Бигль, Сэмми. И у него что-то очень странное вообще с лапой происходит. Потому что у него вот здесь вот внизу, там где сустав, у него внизу на передней лапе образовалась как своего рода гематома. Мы были у врача уже дважды. Первый врач, мы к хирургу пошли, первый хирург сказал, что это гематома. Он взял оттуда, как это сказать, пункцию, да, то есть проколол, взял на анализ там эту жидкость. И по сути там такая как кровяная жидкость. Он сделал вывод, что это гематома. И она как бы не опасная там для жизни, ничего такого. И предложил посмотреть, может быть она рассосется сама по себе. Выписал там какие-то противовоспалительные. И в принципе она начала уменьшаться. То есть до Нового года она действительно уменьшилась практически в два раза. Такая стала мягкая совсем. Но после Нового года почему-то она начала собираться опять. И вот мне вот, кстати, интересно. Я хочу посоветоваться с вами. Наверняка у вас тоже есть домашние животные, коты, собаки. Вот я не знаю, как оно появилось. Потому что врачи говорят, это от травмы. Но у него не было никакой травмы. Он нигде не ударялся так, чтобы я этого видела. Чтобы он как-то хромал, знаете, или как-то подал вид, что у него лапа болит. Нет, такого не было. Я просто в один момент заметила, что у него на лапе появилась шишка. И она начала расти, расти, расти. И она начала такая вот как бы наливаться кровью. И в общем-то мы подождали. Думали, она до Нового года рассосется. И все шло хорошо. И причем она ему вообще никак не мешает. То есть он вообще никак не показывает, что ему там болит лапа. Или чтобы он как-то обращал внимание. Там его берешь, даже как-то пробуешь. Он вообще никак не реагирует. То есть не больно, ничего. И вот вчера мы были в очередной раз у хирурга. Потому что, как я и сказала, она опять начала после Нового года расти. Он сказал, надо вырезать. Прям все чуть ли не под корень. И место, мол, очень плохое. Потому что кожи здесь получается мало. Она сильно натянута. Поэтому если часть вырезать, то потом как бы вот так вот сшить будет довольно сложно. И он вообще там говорил, что там чуть ли не с плеча надо брать кусок кожи, пересаживать. Короче, меня это так сильно напугало вообще. И я вот не знаю, потому что я вот честно не знаю, что делать. Потому что, с одной стороны, ну, врачи умеют, конечно, напугать. А с другой стороны, я понимаю, что сейчас у меня собака, пускай у него есть вот эта шишка, да. Но он себя ведет абсолютно нормально. То есть ему это не мешает ни гулять, ни прыгать, ни бегать. То есть он абсолютно себя полноценно и нормально ведет. Но если ему раскромсать эту лапу, то 100% же он будет себя чувствовать плохо. То есть это недели оно будет заживать. Эти шивы там, все это обрабатывать. Сейчас еще в Одессе ужасная просто погода, грязи по колено. Поэтому опять-таки попадет какая-то, не дай бог, грязь туда. Как ни заматывая, ни забинтовывая, все равно где-то что-то может просочиться, как-то попасть, какое-то заражение. Короче, я вообще вот вчера пришла после врача, немножко просто в шоке. Вообще я не знаю, честно говоря, я не знаю, что делать. Вот. И я вот думаю, может быть, есть какие-то способы, как ему помочь без операции. Кстати, я давайте буду дальше краситься. Вот я сейчас возьму оттенок фулани, который вот здесь вот. Мне он по виду очень нравится, потому что он такой вот нейтральный. Не холодный, не теплый, а именно нейтральный очень оттенок. Ой, класс. Вообще мне очень нравится, что у меня получается. Вообще и растушевываются эти тени очень хорошо, очень мягко, нигде не пляшивят, нигде не ложатся комками такими-то. Вот прям очень хорошо все. И сейчас мне хочется сделать такой вот, как Кат Крис, наверное, или с этим, или с этим. Я сейчас посмотрю, что мне понравится больше. Я хочу использовать базу либо Armani Eye Tint, это номер 2, либо Absolute New York, это оттенок Midnight Marine. Но сначала мне надо сделать Кат Крис. Для этого я буду использовать консилер от Colourpop, который называется No Filter Concealer. Наношу на синтетическую кисть и начинаю вот такими вот движениями стирать тени, которые до этого наносила. И вырисовывать Кат Крис. Почему я сначала делала консилер? Потому что иначе получилось бы грязь. Сначала нужно было сделать светлую базу, а потом уже заполнять ее более темной. Теперь беру оттенок Чи и заполняю все то, что я делала сначала базой. Теперь мне стрельнула в голову идея, может быть, попробовать вот эту подводку NYX и сделать этот Кат Крис более четким с помощью этой подводки. Сейчас посмотрим, не испорчу ли я этим весь макияж. На нижнем веке буду дублировать те оттенки, которые на верхнее веко наносила. Ну что ж, на этом сумасшествии мне осталось только накрасить ресницы и, конечно же, наклеить накладные ресницы, потому что как здесь вообще без накладных ресниц этот макияж вообще никак не будет выглядеть. Ну что ж, с глазами все понятно. Теперь мне срочно нужно привести в порядок кожу. Изначально я буду наносить увлажняющую базу от Annalie, потому что потом у меня будет достаточно плотная тональная основа, матовая, поэтому я думаю, что мне нужно будет какое-то дополнительное увлажнение. И наносить я буду поверх этого тональную основу от Fenty Beauty. У меня это 150 оттенок. Здесь, в принципе, ничего нового. Вы уже миллион раз, по-моему, видели, как я наносила эту тональную основу. И в обзоре Fenty Beauty у меня есть нанесение этой тональной основы, поэтому этот шаг мы, скорее всего, сейчас пропустим. Этот бронзер от Physicians Formula я тоже еще не показывала на своем канале. Я буквально пару раз им пользовалась. И, кстати, что-то я не очень впечатлилась им, потому что на мне он какой-то очень желтый. Вот сегодня я хочу последний шанс, можно сказать, ему дать. Вот пахнет он просто, просто вообще умопомрачительным. Пахнет кокосом. Мне все-таки в плане бронзера нравится что-то более нейтральное, наверное. Не такое теплое, как этот бронзер. Поэтому, если вы тоже любите более нейтральный бронзер, то вам этот, возможно, не понравится. По крайней мере, скажите мне, вот как вам кажется. Слишком это желтый цвет или нормально выглядит? Хайлайтер здесь мне хочется очень какой-то холодный-морозный. И так как я делала такую лиловую подводку, я решила использовать тоже хайлайтер от Annalie. Этот вам я еще не показывала. Я в предыдущем видео показывала вам первый и третий оттенок, а второй не показывала. Второй более такой вот розовый. И он, конечно, тоже сумасшедший. Абсолютно очень круто выглядит. Вообще так сразу подсвечивает классно. У меня такое впечатление, что у меня теперь самое место в каком-то фильме про будущее. Потому что макияж получился, конечно, таким интергалактическим, скажем так, даже. Я даже не планировала, чтобы у меня прям получился такой супер-мега-креатив. Ну, нельзя сказать, что это прям супер-мега-креатив, да. Но явно не для того, чтобы пойти к врачу. А мне, кстати, вот после съемки этого видео как раз ехать на процедуру со спиной. Поэтому сегодня в больнице все будут в шоке. Про брови я, конечно же, тоже не забыла. И самое время их заполнить, потому что они сейчас выглядят совершенно пустыми на фоне этого макияжа. Я буду использовать помадку от Colourpop в оттенке Benin Burnette. Ну что ж, вот такой вот макияж у меня получился. Он, конечно, идеально просто подходит для таких событий. По типу сходить в больницу на процедуры, забрать детей из садика. Поэтому, если вам нужно вдохновение, то вот. На самом деле я, конечно же, шучу, потому что макияж такой более неординарный. И сейчас в больнице, наверное, от меня все будут просто в шоке. Но я все равно надеюсь, что он вам понравился. И вам было интересно тестировать вместе со мной косметику. И в особенности эту палетку. По первому впечатлению она мне очень понравилась. Особенно вот как происходит тушевка. Мне все очень понравилось. Поэтому буду продолжать тестировать дальше. И я хочу сделать с ее помощью какой-то макияж вот в этой вот гамме. Тем более, я вот смотрю на вот этот оттенок. И у меня сейчас есть новый пигмент от Кайм Косметикс. Который просто вот такой вот... Ну, это просто потрясающее крупное, такая жирная слюда бронзового оттенка. Не знаю, как вам видно. Стрела Артемиды называется этот оттенок. Вот с ним просто я сразу представляю этот макияж. И у меня аж слюнки текут. Поэтому, если вам интересно что-то такое посмотреть. Может быть, в форме тоже вот такой вот болталки. Обязательно мне пишите. И я ваше пожелание, конечно же, учту. А на этом сегодняшнее видео я заканчиваю. Но не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. И также можете посмотреть другие мои видео, которые вам сейчас YouTube предлагает. Уверена, они вам тоже понравятся. А я, в общем-то, сейчас буду бежать и ждать ваши комментарии.